Опыт лечения опухолей печени Всем нам хорошо известно, что есть большая тройка злокачественных опухолей у детей, которые занимают три четверти всех опухолей печени у детей Вообще опухоли печени у детей достаточно редкое, можно сказать, орфанное заболевание В России по скромным подсчетам всего заболевает в год 60 пациентов злокачественными опухолями печени Мы смогли проанализировать 307 случаев лечения опухолей печени у детей, которые были найдены с 2001 по 2008 год в нашем институте Как хорошо видно, что три четверти из этих заболеваний занимает гепсулярный рак, гептобластома и саркомы Также у нас были ряд достаточно редких случаев Мы отмечали два случая аденомы, одну тератому, два случая гомортомы И достаточно часто в настоящее время стали появляться все больше и больше с развитием диагностических методик Это фолликулярно-нодулярные гиперплазии печени, которые представляют собой особую проблему Потому что не всегда удается сразу разобраться, что это за патология, стоит ли ее лечить, стоит ли ее пунктировать, стоит ли ее наблюдать Часто фолликулярно-нодулярная гиперплазия выявляется у пациентов, которые наблюдаются после проведенного лечения И также мы можем с вами достаточно серьезную иногда диагностическую проблему вызывать Здесь приведен слайд Ребекки Мэйерс Она взяла за 100% все случаи опухоли у детей И показала, что 43% на 100% на образование печени у детей занимает гептобластома 23% гепцелулярный рак, 7% саркомы Все остальные опухоли встречаются в единичных случаях Чтобы сегодня представить информацию, мы отобрали 176 пациентов, у которых удалось получить полную информацию И сегодня представим наш опыт лечения вот этой большой тройки опухоли у детей Это гептобластома, 137 пациентов, гепцелулярного рака, 24 пациента и 15 случаев саркомы Позвольте мне начать с наиболее редких опухолей Это саркомы печени За прошедший период с 2001 года у нас наблюдалось 15 пациентов Соотношение мальчиков и девочек приведено на слайде Хотелось бы отметить, что возраст этих пациентов в нашей когорте отмечается 7,4 В литературных данных это где-то около 6 лет Преимущественно опухоли были, это не специфические эмбриональные саркомы печени Данных пациентов было 11 Три случая были рапдомилосаркомы И один случай был рапдоидный опухоль печени Которая была доказана иммуногистохимически Путем определения потери маркера SmartCB-INI-1 Хочу обратить ваше внимание, что в нашей выборке Мы отметили достаточно большое количество первичных детей С первичными отдаленными метастазами 67% пациентов при поступлении имели отдаленные метастазы Скорее всего именно этот аспект И определил прогноз у этих пациентов Мы имеем результаты выживаемости Только треть пациентов в настоящее время живо Все остальные пациенты, несмотря на проводимое лечение, погибли Им проводились, это такая разношерстная когорта За долгие годы проводились различные варианты лечения По терапии саркома, используя программы саркома и юинга высокого риска Используя программы рабдомиосаркома Один пациент получал по программу терапию рапдоидных опухолей К сожалению, судьба его трагична, он также погиб Приводя сейчас небольшой мировой опыт По недифференцированной эмбриональной саркомы печени Мы видим, что в мире удается достигнуть достаточно высоких результатов При возможности проведения радикальной резекции и санации экстрапеченочных очагов Мы видим, что опыт позволяет нам достигнуть 86% выживаемости В данной когорте пациентов отмечалось 15% наличие отдаленных метастазов И совсем уж обнадеживающая статья Из Меморин Стокман Кэтрин Центр Где 100% выживаемость у 5 пациентов Пациенты лечились по программе высокого риска терапии саркома и юинга Однако метастатических поражений в данной когорте не было отмечено В этот серый день позвольте немножко внести красок в наш доклад Показать вам красивую московскую осень И после небольшой вот этой паузы Перейти к нашему опыту лечения гепцеллярного рака Гепцеллярный рак это крайне редкое заболевание у детей Не характерное для детского возраста И совсем не относится к теме нашей сегодняшней конференции Это эмбриональный опухоль Это взрослый тип рака У нас 24 пациента Это преимущественно мальчики У этих пациентов средний возраст был 12 лет Прежде всего хотелось бы отметить Что у нас было большое количество фиброламиллярного формы гепцеллярного рака Это 9 пациентов, практически 40% из нашей когорты Фиброламиллярный вариант гепцеллярного рака Следует отметить, что во взрослой когорте Вот, например, работа Валерия Владимировича Бредера У него 7,4% гепцеллярного рака Всего, точнее, фиброламиллярного варианта гепцеллярного рака Всего же в базе онкологического центра Имеется упоминание о 58 случаях фиброламиллярного гепцеллярного рака И в настоящее время пытается начаться новая работа По изучению этой формы рака По внедрению статистической базы в международную базу С объединением и попыткой построения нового алгоритма изучения И лечения этой достаточно редкой формы рака Хочу сказать, что по некоторым оценочным данным У взрослых гепцеллярный рак является распространенной патологией И ежегодно в России заболевает 9 тысяч человек гепцеллярным раком Терапия Только хирургическое лечение у нас получило 14 пациентов Химиотерапия в сочетании с операцией 9 человек Двум пациентам была выполнена трансплантация печени Одному от трупного донора, второму от родственного живого Однако судьба этих пациентов трагична Потому что проводилась так называемая трансплантация спасения Результаты, полученные в нашем исследовании Говорят о том, что 16 пациентов, это 66% живы При среднем времени наблюдения более 50 месяцев Проводя анализ результатов Мы использовали стадирование по ТНМ последнего издания 8-й редакции И проанализировали влияние стадии на прогноз выживаемости Что мы видим из данного слайда? Хорошо демонстрируется, что первая и вторая стадия Это те пациенты, которые получали только хирургическое лечение Длительное время живы, без признаков прогрессирования Третья стадия Также пациенты живы Однако пациенты, имеющие отдаленные метастазы Обладают очень плохим прогнозом И несмотря на проводимую терапию Вылечить данных пациентов не удается Посмотрите на медиану времени выживаемости Она составляет 16,4 месяца Для группы с четвертой стадией болезни Хотел также обратить ваше внимание на то, что в нашей когорте Из 24 пациентов только у одного пациента был выявлен гепатит B У одного гепатит C И ни у одного не отмечалось цирроза печени Это сопоставимо с мировыми литературными данными О том, что гепцелулярный рак у детей Развивается как спорадическое заболевание Не имеет при этом неблагоприятного инфекционного Либо другого фона За исключением, может быть, наследственных заболеваний Которых уже упоминал профессор Сакамото Мы также проанализировали влияние факторов метастазов И уровня альфитопротеина на выживаемость Если с отдаленными метастазами результаты совпали точно так же, как для четвертой стадии То уровень альфитопротеина здесь демонстрировал очень интересные результаты Чем выше уровень альфитопротеина Тем более агрессивная опухоль Тем меньше выживаемость При уровне альфитопротеина На момент инициальной диагностики выше тысячи Пациенты не показали, какой бы то ни было выживаемости И демонстрируют достаточно отрицательные результаты Хочу вернуться к фиброломиллярному гепоцеллюлярному раку Это особая форма рака В 2010 году было открыто драйверное событие Происходит образование химерного гена В виде образования белка промоутера Сейчас идет большое исследование В определении роли этого белка И попытки создания таргетных препаратов В лечении данных пациентов Хорошо известно, что гепоцеллюлярный рак плохо поддается химиотерапии А фиброломиллярный вариант практически резистентен к проводимой терапии Мы провели в своей группе анализ влияния формы рака на выживаемость И в нашей когорте пациенты с фиброломиллярным гепоцеллюлярным раком Показали более обнадеживающие результаты Однако нам не удалось достигнуть достоверности полученных результатов Здесь также приведены латы Это мне навеяло, что такое фиброломиллярный ламель Я все думал, что это такое Это вот чешуйки И решил украсить ими свой, так сказать, скучный доклад Несколько вопросов, которые возникают в нашем коллективе По поводу тактики лечения гепоцеллюлярного рака И последний протокол, международный ФИД Он запустился в 2017 году Подразумевает две стратегии Это стратегия первично резицированной опухоли Те опухоли, которые могут быть радикально удалены на первом этапе Это группа Е И группа Ф – это те пациенты, которые имеют распространенные стадии И невозможно провести на первом этапе Если для группы Ф Здесь предусматриваются режимы комбинации Известного нам всем плада с мультикиназными ингибиторами сарафенибом Либо второе крыло, когда используется гемцитабиноксалиплатин сарафенибом Здесь мы идем ва-банк и используем достаточно токсичные режимы Наша основная цель – любой ценой достигнуть резиктабельности Или провести возможность привести пациента до хирургического лечения И возможность санации То с другой группой – это там, где пациенты первично резиктабельны И мы можем провести операцию Это вот эта группа Е Где пациенты, не имеющие никаких неблагоприятных факторов Предлагается провести 4 курса плада Большой вопрос какой Я был уверен, что да, мы пойдем международным путем И у себя в клинике приняем такой же путь И пошел консультироваться со специалистами во взрослой клинике Они сделали большие глаза И сказали, а для чего вы проводите химиотерапию в этой ситуации Ведь у вас есть первично резицированный радикальный пациент Пациент с хорошим прогнозом И здесь я привожу наши данные Да, все пациенты, которые были радикально оперированы И имеют хорошую выживаемость Стали разбираться Да, режим суперплада имеет свою эффективность При гепцелулярном раке достаточно высокую 17 пациентов из 32 имели частичный ответ Но это те пациенты, которые изначально не могут быть оперированы радикально Другая работа 2016 года, которая говорит Что химиотерапия не изменяет никоим образом Выживаемость и продолжительность жизни у этих пациентов Поэтому это до сих пор вопрос о проведении химиотерапии В данной группе пациентов Он остается дискутабельным Мы в части случаев Предлагается нам проводить химиотерапию тех пациентов Которые могут быть изличены только хирургическим путем В заключение хочется сказать Что, конечно же, гепцелулярный рак Это в настоящее время победа хирургов Да, только выполнение радикальной операции Позволяет нам добиться результатов Альтернативные методы лечения Такие как трансаптериальная химиоэмболизация Сейчас появились работы с Итрием 90 Очень обнадеживающие Может быть, они позволят нам В ряде случаев позволяют пациенту уменьшить стадию И войти в так называемые трансплантационные критерии Нужно не сбрасывать их со счетов Это редкие пациенты Поэтому они должны рассматриваться со всех сторон В рамках большого командного подхода На данном слайде мы видим весну На фоне замерзшего института Это, наверное, второй момент, когда этот институт Перестали строить, он стоит и радует нас Ну, полюбуемся весной Если бы я был организатором здравоохранения Этот слайд бы я точно пропустил Потому что скрининг, как известно Это дорогое, очень-очень дорогое мероприятие Которое не позволяет нам в ряде случаев Выявлять все эти заболевания, которые мы видим Однако, как клиницист-онколог Я считаю, что скрининг принес нам Абсолютно новых пациентов Когда мы с вами видели такое количество пациентов с маленькими опухолями Когда мы видели с вами пациентов с нейробластомой С небольшими образованиями надпочечника Когда мы видели гептобластому Претекст-1, установленную пренатально Поэтому скрининг для нас, как для клиницистов Как для онкологов является одним из выгодоприобретателей этого момента Перейдем к гептобластоме Гептобластома в нашей клинике удалось проанализировать 137 пациентов 85 мальчиков, 52 девочек Средний возраст у нас 2,8 года составил От 2 месяцев до 14 лет Данные по претексту указаны на слайде Хотел бы также отметить, что у нас в нашей клинике 25 пациентов имели отдаленные метастазы На момент постановки диагноза И достаточно большое количество, 50% Имели дополнительные критерии претекст Также 10 пациентов выявлены Имеют гистологическое строение Мелкоклеточный, недифференцированный вариант Который в настоящее время отнесен, наверное, к наихудшему Наихудшему варианту развития Возраст старше 8 лет имело 7 пациентов Уровень альфа-фетопротеина Меньше 10 только Натмичался у 2 пациентов И более 1 миллиона у 15 пациентов Что же мы с этими пациентами делали? Только хирургическое лечение выполнено у 6 больных Все остальные пациенты проходили лечение В объеме химиотерапии и оперативного лечения 7 пациентам выполнена ортотопическая трансплантация Троим последним после изменения нашей парадигмы Подхода к трансплантации Вот эти 3 последних пациента, кто был трансплантирован Они живы Живы, без признаков прогрессирования Один, правда, имеет небольшое время наблюдения Только 6 месяцев Остальные живы больше 3 лет Всего живы 107 пациентов Это 78% Время наблюдения составило 56 месяцев И колеблется от 4, по-моему, до 156 Хирургические аспекты были освещены ранее Я бы хотел сказать, что, конечно, мне, как химиотерапевту Хотелось бы, чтобы все опухоли можно было удалить химиотерапевтически Не прибегая к хирургии Однако настоящая революция, которая произошла в хирургии Настоящая революция произошла в анестезиологии, реанимации И в настоящее время позволяет делать практически опухоли любого объема удалимыми По поводу R1 резекции и их допустимости Когда по краю резекции мы имеем минимальное количество опухолевых клеток В нашем исследовании таких резекций было проведено 3 Все 3 пациента живы без признаков прогрессирования Был, по-моему, анализ СИАПИЛ, где также эти пациенты Было показано, что возможность проведения R1 резекции Они допустимы Однако, что мы можем сказать по этим 3 пациентам Это единичные случаи и делать выводы раны Наша цель это стремиться все-таки к R0 резекции И я хочу, может быть, несколько войти не в свою отчину, а в отчину трансплантологов Нужно всегда помнить Если на момент диагностики команда ваших хирургов понимает, что ребенка невозможно соперировать Ребенок в течение месяца этого должен быть обязательно консультирован в трансплантационном центре Потому что вопрос подбора донора, вопрос подготовки операции, вопрос логистики Он занимает достаточно много времени Это данные по поводу лапароскопических резекций печени Данные на 2006 год Простите, не успел я пересчитать В нашем центре в настоящее время проведено 28 подобных операций Данная операция может быть несколько На 2016, наверное, да? Да, 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 простите, на 2016 год Данные операции выполнимы, имеют достаточно хорошие результаты Последний пациент меня удивил, я пришел его смотреть А он на третьи сутки после операции был в игровой После перевода из реанимации Поэтому как метод лечения можем рассматривать Вот новый ФИТовский протокол и вообще исследования СИАПЕЛЬ, КОП, германской группы, японской группы Они показывают ту возможность современную в объединении и создании действительно международного протокола Представляете, что такое собрать данные о 1605 пациентах, проанализировать и сделать выводы? Мы в настоящее время не можем данные собрать иногда по своей клинике Здесь было собрано и разработано действительно международное Куда включились все центры во всем мире, чтобы нам наконец-то получить ответы на те вопросы, которые нас беспокоят по гептобластоме Была разработана таблица стадирования по группам риска И на основании этих групп риска было выделено 4 группы риска Был выделен особый вариант Это группа очень низкого риска Те пациенты, которые не нуждаются в лечении Если говорить о системе предтерапевтического стадирования В 2017 году для того, чтобы объединить все группы между собой и получить однообразные данные Международные эксперты пришли к единому выводу по тому, как оценивать вовлеченность, прежде всего, поражения печеночных сосудов Как оценивать системы поражения печени В настоящее время мы также используем данный протокол Даже создали специально для диагностов лист помощи Когда диагност отмечает то, что он видит, с теми вопросами Чтобы не было упущено тех мельчайших вопросов и подробностей Те, которые необходимы клиницисту для определения стадии заболевания Как же мы, например, попытались оценить оценки критерия претекст на выживаемость? Здесь никаких секретов для нас не было Чем выше стадия претекст, тем хуже выживаемость Представлены на слайде Видно, что больные с претекстом 4 имеют у нас достаточно плохую выживаемость Это связано с тем, что большинство этих пациентов лечились химиотерапевтически И не было возможности проведения им трансплантации печени Так как только последние годы мы получили возможность проведения Данная методика практически стала доступна До этого не было возможности Эти пациенты получали терапию Здесь представлена схема международного протокола Она в гепатобластове имеет 4 крыла Объединяет в себя все подходы Я не буду вдаваться в теоретические аспекты Оставлю это своим коллегам, наверняка это будет Мы построили у себя с 2018 года новый протокол Основываясь на полученных данных Мы модифицировали под свою клинику И выбрали для себя те крылья, которые выполняются Традиционно у нас шло лечение по программам СИАПЕЛЬ Мы выбрали программы Группа очень низкого риска только хирургическое лечение Низкий риск это программа СИАПЕЛЬ стандартного риска Пробежуточный риск это СИАПЕЛЬ Третий высокого риска И высокий риск это СИАПЕЛЬ 4 Рестадировав всех наших пациентов Согласно критериям Международного общества по лечению гептобластомы Мы получили очень интересные данные Посмотрите пожалуйста на графики выживаемости Первая и вторая группа имели 100% долгосрочную выживаемость То есть это те пациенты, которые получают у нас в настоящее время терапию моноцисплатином Либо только операцию А вот пациенты имеющие четвертую группу Имеющие отдаленные метастазы Претекс 4 При рестадировании показали наихудшую выживаемость Извините И пятилетнюю выживаемость только 46% Данные сравнения групп получились достоверными Также мы проанализировали влияние факторов Вовлечения сосудистых структур Или дополнительных претекст факторов На выживаемость Посмотрите пожалуйста Что наличие отдаленных метастазов Спасибо Наличие отдаленных метастазов Явно является фактором неблагоприятного прогноза Пациенты имеющие отдаленные метастазы В нашей группе имели наихудшую выживаемость И выживаемость составила всего-навсего 35% Таких пациентов у нас было 35% в нашей группе Также обратите внимание на факторы претекст Вот если пациент имеет дополнительные критерии претекст То их выживаемость оказалась только 54% То есть только половина процентов Только половина пациентов нам удалось достигнуть ремиссии и выздоровления Анализируя инициальное количество альфитопротеина Мы разбили пациентов на 5 групп Пациенты имеющие нормальный уровень альфитопротеина До 100, до 1000, выше 1000, до миллиона и более миллиона Был график, где мы разделили гораздо больше Но этот график также показатель Обратите, пожалуйста, внимание Что здесь обратная картина Если альфитопротеин То есть если альфитопротеин негативный опухоль То есть альфитопротеин в норме Эти пациенты показали наихудшее лечение Наихудший прогноз лечения Чаще всего эти пациенты имели вариант Мелкоклеточной недифференцированной гепатобластомы Самая лучшая выживаемость оказалась у тех пациентов Которые альфитопротеин не превышал 1000 Это также получилось достоверно Но и с точки зрения биологии опухоли Может быть оправданно Слишком высокий уровень альфитопротеина Говорит о том, что опухоль большая Ее масса большая И наши возможности терапевтически ограничены Более, так сказать То есть альфитопротеин является как бы отражением Биологической активности опухоли Переходя к следующему разделу Хочу показать наш институт в настоящее время Это его очередное третье забытье И перейду к достаточно спорному моменту Мы часто дискутируем И хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу Гепатобластома Это альфитопротеин, продуцирующая опухоль В 90% случаев мы можем поставить диагноз Не прибегая к биопсии Для меня, как для клинициста Диагноз может быть ясен в 90% случаев Это у пациента, который старше 6 месяцев До 3 лет С типичной локализацией опухоли С выявленным динамическим увеличением альфитопротеина Вот в этом случае подтверждение гистологического Мне как клиницисту не нужно Да, гепатобластома без сомнения стоит С другой стороны, если мы являемся научным учреждением Мы хотим получить первичный материал Прежде всего для юридической защиты Прежде всего для исследования биологических маркеров Однако, как сегодня утром сказал Светлана Рафаэлловна Я так же, как и вы, жду этого момента Когда же появятся те маркеры Когда мы сможем определять действительно Кого нужно лечить, кого нет Кому показано, не показано Идет набор материала И выполнять биопсию у тех пациентов У которых диагноз ясен Нужно четко понимать, для чего мы это делаем Опять же, можно не забывать Мы сейчас не знаем Но мы можем проводить накопление материала Мы можем делать криобанкинг Мы можем сделать наборы на будущее Но мы должны иметь четкую программу Что и зачем мы делаем Вот примерная схема изучения биологии опухоли В фитовском протоколе Основная задача данного исследования Является создание молекулярной классификации гепатобластомы Изучается кровь, изучается печень Изучается возможность жидкостной биопсии Нужно иметь четкую идею Для чего мы делаем биопсию печени Это дискутабельный вопрос Это только вот Может быть мнение нашей клиники Может быть мы что-то пока не видим Какие же проблемы в лечении гепатобластомы Ну прежде всего Проблемы я вижу Например уменьшение объема терапии в двух группах Те пациенты, которые в настоящее время Абсолютно хорошо поддаются лечению В группе низкой и очень низкого риска Одно из дискутабельных вопросов Я тоже хотел бы объяснить Точнее обсудить сегодня с вами, с коллегами Это вопрос введения моноцисплотина Мы используем моноцисплотин В нашей клинике мы разбили его на два введения По 40 мг Капаем по 6 часов 2 дня Доза исторически так сложилась Она исторически так идет Стоит ли вводить моноцисплотин В виде суточной инфузии Как-то влияет ли это на отдаленные результаты По нашим данным мы получили сопоставимые результаты С международными Опять же сегодня очень хочется услышать мнение Из Санкт-Петербурга Посмотреть как данные режимы Повлияют на аутотоксичность Потому что мы сейчас должны задумываться О будущем этих детей Если они выздоравливают Мы должны сделать их максимально здоровыми Я всегда буду повторять с этой сцены Слова Светланы Рафаэловны Что мы должны перестать быть фабрикой инвалидов Мы должны заботиться о тех пациентах Которые выздоравливают Особую проблему Конечно же Это вот сегодня доктор Сакамото осветил Это опухоли с вовлечением системы воротной вены Это нерезектабельные опухоли Это рецидивы и осложнения хирургического лечения Очень хорошо Мы проведем предельно допустимую резекцию Опухоли планируем через неделю начать А у ребенка хирургические осложнения Хирургические осложнения Не поддаются лечению в течение двух лет Ребенок привязан к клинике в течение двух лет Мало того, что мы должны думать, что же с ним делать дальше Поэтому объемы хирургического лечения Объемы тщательного планирования Они должны обсуждаться заранее Клеточную иммунотерапию позвольте пока оставить Стратегия лечения И вот непосредственно очень низкий риск Сейчас в мире доказано Что есть одна морфологическая Морфологическая единица опухоли Это чисто фитальный вариант С низкой медиатической активностью Которая стопроцентно курируется путем проведения операции Однако Помните слайд профессора Сакамото О том, что в начале 70-х годов До эры хирургического лечения 30% пациентов удавалось вылечить только хирургией Эти 30% не были чисто фитальным вариантом Их всего 5 чисто фитального варианта Значит, мы можем расширить эту зону Мы можем Вот представьте себе Мы оперируем пациента с опухолью Претекст-1 Их тоже мало Но не получаем чисто фитальный вариант По программе и по нашей схеме Мы должны дать ему послеоперационной Минимум 4 курса моноцисплотина Да, но это была альфетопротеин Активная опухоль А после операции мы видим нормализацию альфетопротеина Для чего мы должны ему давать? Может быть вполне достаточно этой операции? И на этот вопрос мы можем ответить только вместе Этих больных очень мало В настоящее время у нас таких больных всего 6 Да, тех, которых получилось Можно посмотреть Набрав материал мы сможем ответить на этот вопрос В настоящее время мы решили Что мы будем все эпитериальные опухоли Первично оперированные А не только чисто фитальный вариант Оставлять под наблюдение При возможности мониторинга альфетопротеина Вторая группа Низкий риск Да, это пациенты претекст-1, претекст-2 Которым проведена предоперационная химиотерапия С невысоким уровнем альфетопротеина Получившая радикальная резекция И получивший после операции Также мы получаем нормализацию альфетопротеина Нужна ли им дальнейшая химиотерапия? В каком объеме? Это тоже большой вопрос Это тоже вопрос, который мы можем получить вместе Разработав единые подходы к этому Потому что таких пациентов тоже немного Позвольте мне напоследок Может быть Предоставить всего лишь навсего Небольшое Вчера мне очень понравилась дискуссия По поводу пилотных исследований Вопрос тогда, когда мы можем начинать Наши исследования пилотные Когда мы можем начинать Экспериментальные методики Это же большой вопрос Иногда поступает пациент Мы изначально знаем, что стандартные методы Не могут привести к излечению До одного пациента Можем ли мы начинать сейчас? Или мы проведем вначале стандарт А когда останется время дожития Несколько месяцев Мы будем пробовать экспериментальные Не настала ли та пора Когда стоит нам переместить наши методы вперед? Стоит ли их использовать раньше? И как это делать? Опять же, нам нужен единообразный подход Нам нужна Это редкая патология Вот я представляю сегодня опыт использования Цитотоксических лимфоцитов и дендридных клеток У 10 пациентов За 10 лет Это один пациент в год Что я могу этим доказать? Ничего Я могу только показать, что мы это делали Что в части мы получили ответы Опять же, вопрос этических вопросов Поэтому это требует обсуждения в широкой массе В широкой аудитории Это один из ветвей Мы, например, не получаем полный эффект После проведения высокого риска Добавляем экспериментальную терапию Представлен наш опыт 10 пациентов 8 с гептоцеллюлярным раком 8 с гептобластомой 2 с гептоцеллюлярным раком Распространенные пациенты с очень плохим прогнозом Что мы делали? Мы получали у пациента кровь Получали цитотоксические лимфоциты Путем культивирования Использования дендридных клеток Инвитро Делали дендридные вакцины И в различных комбинациях давали пациентов Что мы видели? Какие эффекты? Да, мы видели на ультразвуке При введении цитотоксических лимфоцитов Делали ультразвук до введения И через сутки после Мы видели четкое увеличение контрастности этих очагов Клетки туда приходят Что они там делают? Это только теоретические аспекты Да, они могут воздействовать на микроокружение Да, они могут проводить Каким-то еще более иммунологическим реакциям Мы видели увеличение интенсивности метастазов на КТ у пациентов Но это всего лишь навсего только демонстрация эффектов В качестве примера хочу привести опыт лечения От рецидивного пациента 4,5 лет Это ребенок с притекс-3 С портальным тромбозом Пациент получил терапию по протоколу Сиопель-3 группы высокого риска Раннее рецидивирование через год В виде роста альфиатопротеина Дома получил венкристин и ренотекан Как вторую линию химиотерапии На этом фоне альфиатопротеин продолжал расти Этот пациент обратился к нам в клинику И был взят в пилотное исследование Хотя мы прекрасно понимали, что мы пациента не можем никак ему помочь Потому что опухоль была неоперабельна Он имел массивный опухолевый тромбоз портальной системы С вовлечением нижней половой вены Мы решили попробовать Мы взяли его Здесь написано Аллогенные клетки Вначале мы взяли его аутоклетки Цитотоксические лимфоциты За 24 часа до химиотерапии Провели введение цитотоксических лимфоцитов И тот же самый курс химиотерапии После этого мы заметили снижение альфиатопротеина В различных комбинациях мы повторяли Также провели второй курс с некоторой надеждой Что да, это будет Однако мы заметили, что после второго курса Произошло ускользание эффекта Да, мы получали эффект на фоне химиотерапии Однако к следующему курсу К моменту восстановления гематологических показаний Альфиатопротеин начинал расти У этого пациента мы также подключили В надежде использовать дендридные клетки Но вот этот краткосрочный эффект Он быстро ускользнул Пациент, к сожалению, прогрессировал и погиб Результаты Из всех вот этих 10 пациентов Мы ответ получили частично у 8 пациентов Из 10 пациентов 8 погибли в различные сроки Один в настоящее время получает терапию Это пациент с рецидивом С альфа-фетопротеин-негативным рецидивом Хотя первичная опухоль была альфа-фетопротеин-позитивная Рецидивом в виде метастатического поражения Остаточной доли печени И 2 метастаза в легкие Ему проведена санация очагов в легкие Проведена родственная трансплантация от мамы Однако этот пациент угрожаем В процессе развития отдаленных метастазов в легкие И мы решили проводить ему Введение цитотоксических лимфоцитов Провести 4 раза введение цитотоксических лимфоцитов С профилактической целью И далее проводить ему дендридную вакцинацию Что это опять может доказать? Ничего Это один пациент Это всего лишь навсего проба, попытка Показать то, что да, эта терапия есть Да, она каким-то образом работает Но доказать мы тоже ничего в данный момент не можем Помните мой второй слайд? Я сказал, что я не имею никаких политических взглядов И логотип Единой России Здесь только для слова того, что мы должны быть едиными Видите в верхнем углу наши логотипы Коллеги, здесь не хватает ваших логотипов Здесь должны быть ваши логотипы Мы должны объединиться У нас должен быть единый регистр Это всего лишь навсего 60 человек И что с ними происходит в России Мы никогда не узнаем Если в одно место не будут стекаться данные У нас должны быть единые рекомендации Да, 80% гептобластомы мы сейчас можем лечить Не заглядывая даже, я думаю, в протоколы лечения Да, это абсолютно стандартная Достаточно переносимая Управляемое лечение Нам нужен реферес-центр Иногда проходит несколько дней в обсуждении с рентгенологами Чтобы действительно установить А есть ли вовлечение сосудистых структур? А есть ли мультифокальное распространение? Да, нам сейчас на помощь пришли новые методы исследования Мы можем проводить МРТ с гептоспецифическими контрастными препаратами Да, у нас доступен ПЭД Однако провести ПЭД у годовалого ребенка Там у трехмесячного ребенка Насколько это возможно? Насколько это доступно? И как это может быть? Хочу еще раз вас призвать Может быть, действительно мы должны думать о будущем И создать банк опухолевых материалов Мы должны знать, что мы морозим Для чего мы морозим? Что мы в будущем сможем это посмотреть? Те молекулярные методы, которые доступны сейчас Можно ли будет поставить на этих материалах? Ну и, конечно же, мы должны быть частью Того большого международного сотрудничества Которое в настоящий момент проходит Мои благодарности, конечно, организаторам школы Мне очень приятно сегодня здесь выступать К сожалению, костлявая рука болезни Не позволила мне вчера Часто я смотрел вас онлайн Не отрываясь Хочу выразить администрации своего центра И поблагодарить их за возможность работать Сотрудникам своего отделения Отделения трансплантации костного мозга Которая активно участвовала В создании протокола по иммунотерапии Коллективу трансплантологов С которыми у нас очень тесные сотрудничества Мы без них никуда Отделу патоморфологии всем врачам И, конечно же, хочу поблагодарить своих коллег И никогда не забывать нужно О родителе и наших пациентах Им тоже большая благодарность Спасибо вам за внимание Ну, во-первых, действительно, спасибо огромное И мне нравится, что наше сотрудничество растет С каждым годом И с каждой новой встречей Я хочу напомнить историю, которая у нас была летом Когда мы начали совместно готовить Клинические рекомендации по гептобластоме Все знают, что морфологический референс-центр есть Он существует, он проводится на основе ОМС Семья не платит за это И клиники не платят региональные Находятся он в нашем центре Сейчас наша задача организовать такой же референс-центр по визуализации Он и сейчас проводится в рамках телемеда Мы консультируем всю приходящую визуализацию Где будет находиться офис Всероссийского общества по лечению опухолей печени Готовы обсуждать бесконечно Это действительно очень важная задача Потому что любые редкие заболевания должны быть объединены У меня есть несколько вопросов Первый вопрос Но вы говорили, что не как организатор, а как клиницист Можно я как организатор спрошу и как клиницист тоже Скажите, пожалуйста, если нам скрининг помогает увидеть пренатально опухоль у ребенка У вас самый младший больной двухмесячного возраста Он когда родился два месяца, что делает? Это не к вам вопрос на самом деле Это реплика, потому что мы вчера об этом говорили Что опухоль видит, а потом дети деваются неизвестно куда на длительный период Здесь очень интересный вопрос Это двухмесячный ребенок, который включен в данный анализ Самый маленький пациент у нас был, по-моему, 21, что ли А почему он тогда не включен в анализ? Какие у вас были критерии исключения? Этот пациент, он только поступил И критерием включения в этот анализ было минимум 4 месяца Поэтому здесь вот этот момент Можно показывать, что да, у нас пациент только поступил Он находится еще на лечении Но пока вот в следующую нашу встречу Мы его покажем, расскажем На самом деле вопрос скрининга Да, это дорого Это безумно дорого Но скрининг у маленьких детей и скрининг у пренатальной Он является огромным, конечно, я думаю, преимуществом для здравоохранения Безусловно, просто вопрос заключается в том, мы вчера об этом говорили, что мы эти опухоли обнаруживаем Ведь скрининг, пренатальные исследования, они же не для обнаружения опухоли делаются, а для всяких других целей Но вот обнаруживается образование И с ребенком ничего не происходит дальше Вот он живет, живет, пока клинически это не становится заметно И вот это пугает Безусловно, вопросы ранней диагностики являются актуальными А можно тогда вам как организатору здравоохранения Я думаю, что весь вопрос в том, что мы обсуждаем это здесь узкой группой тех людей, которые знают, что делать Вот эту информацию, мне кажется, нужно донести до педиатров, до неонатологов, до специалистов пренатального скрининга проводящих Именно эти люди, они могут задуматься о том, что они видят Потому что человек видит образование в печени Но при той редкости, что в встречаемости может не возникать мысли о том, что это опухоль Спасибо большое, да, я с вами согласна Просто поскольку педиатры это те люди, которые встречаются с ребенком постнатально До них эту информацию можно не доносить Потому что они часто об этом и не знают А результат скрининга до них не доходит Мы проводим очень большую работу, связанную с участием детских онкологов В том самом пренатальном консилиуме во всей стране Есть регионы, где это действительно происходит Например, Нижний Новгород, где в перенатальном центре онкологи участвуют в перенатальном консилиуме Центр Кулакова, я вчера отъезжала туда, чтобы участвовать в перенатальном консилиуме Количество таких центров увеличивается Но, безусловно, это далеко не все центры Следующий вопрос, который возникнет И сегодня уже возникает он Где должна быть родоразрешена женщина? У плода которой обнаружено наличие объемного образования И какие это должны быть роды? Она должна быть разрешена в срок, она должна быть разрешена путем оперативных родов И так далее, и так далее И куда должен попасть ребенок? Последний пациент, на которого мы в центре писали дефектуру Это ребенок, страдающий инфантильной фибросаркомой Разрыв опухоли произошел в родах И, безусловно, женщины нельзя было пускать в те роды Решения которых было принято по месту жительства Поэтому я абсолютно разделяю вашу беспокойность Плюс к этому надо добавить постнатальный скрининг И формирование групп риска О чем мы еще с Владимиром Георгиевичем говорили И с Александром Григорьевичем сейчас говорим Поскольку действительно большое количество детей с наследственными синдромами Имеет более высокий риск развития опухоли Ну, как модель заболевания синдрома Григорьевичем Это виды МАНа и так далее И второй вопрос по поводу биопсии Я никаким образом, и эта дискуссия, она все время Просто я пытаюсь понять Вот если у вас нет первичной биопсии Или если операция, когда вы предполагали Что она может быть радикальной Радикальной не оказалась Как вы вычленьте тех самых детей Которым не нужна химиотерапия Пьюрфэтл вариант Это не всегда маленькая опухоль Она большая может быть Если мы не будем биопсировать Мы же их начнем лечить химиотерапевтически Я пытаюсь понять Вот я совсем согласна с тем Что мы действительно Ну, то есть я на стороне биопсии Просто я пытаюсь понять Но вот если мы ее не будем делать Мы же пропустим часть детей, которым не нужна химиотерапия Это вопрос Давайте разделим две группы Давайте Это группа, которая первично может быть радикально саперирована Мы продолжим в объеме двух или трех сегментов Хирургии двух или трех сегментов Если мы можем выполнить ее Без того, что мы нанесем достаточно большую хирургическую травму Вопрос в том, стоит ли этих пациентов биопсировать Операция будет выполнена на первом этапе Принято решение об хирургическом лечении Стоит ли их биопсировать? Я не могу ответить на этот вопрос Это хирургический вопрос? Да Мы рассматриваем группу только Только входящую Это старше шести месяцев С ростом альфа-фетопротеина То есть это альфа-фетопротеин позитивный С имеющей визуализацией Четкую локализацию в печени То есть у нас никаких сомнений нет, что это гептобластома Да Ну вот я задаю вопрос А если вы знаете, что это гептобластома Но ведь пьюр-фетл вариант не только у детей Первых шести месяцев будет И потом расширение к списку тех форм гистологических Которые, вариантов гистологических Которые не нуждаются в химиотерапии Может увеличиваться? Я просто объясню У меня очень большие сомнения возникают Есть опыт онкоцентра Выдающийся опыт Никто в этом не сомневается А есть опыт тех центров, которые не являются вашим центром Центром Петровского, центром Дима Рогачева и так далее Когда больного пытаются с ним что-то сделать И иногда этому лечению подлежат пациенты Которые на самом деле не имеют гептобластома Им начинает проводиться химиотерапия, например, без биопсии Потому что врачи были уверены, что это гептобластома Может быть, мы должны понимать Что есть ваш опыт Который не может быть сейчас транслирован на страну И есть опыт тех центров Я все про клинические рекомендации Рассуждаю Которым нельзя принимать такое решение Поскольку количество дефектных подходов К хирургическому лечению Или не проведение хирургического лечения Еще высокое В стране много ошибок по этому поводу Многие люди не знают, как делать Может быть, вы считаете Может быть, вы могли бы считать Что для клинических рекомендаций Нужно оставлять первичную верификацию гистологическую А то, что делает ваш институт Или другие федеральные центры Это уже вопрос вашего выбора? Не совсем согласен по поводу выбора И первичной биопсии Мы видим большую опухоль Притекс-2 С высоким маркером Если маркер выше 1000 Вот мы так вот у себя в центре Если маркер выше 1000 То биологическая активность опухоли высокая Диагноз без сомнения гептобластом у нас стоит То ребенок попадает в группу низкого риска И на первом этапе получит лечение моноцисплатином От 2 до 4 курсов проведением хирургического лечения То есть без биопсии Почему? Вот, например, я удивляюсь, почему у нас есть ошибки в диагностике Хорошо, сопределены три критерия Возраст пациента, наличие альфетопротеина, локализация в печени А если это первичный гремногенно-клеточный опухоль С компонентом желточного мешка С большим очагом в печени С высоким АФП У маленького ребенка Вы вообще можете не различить Да Вы можете мне сказать, что это казуистический случай Я соглашусь с этим Да, да Вот опять же я хотел спросить Сколько таких больных было? Сколько таких больных мы видели? Конечно, нет, я не спорю Нет, нет, нет Анатолий Петрович Я хочу Это действительно для всех очень сложно Да Для всех клиентов Для вашей, для нашей, для всех международных наших исследований Абсолютно, конечно Это очень сложная проблема Особенно гермогенные опухоли Которые тоже идут с маркером Поэтому европейцы и не пошли на то, чтобы исключить первичную биопсию Потому что существует ошибка И эта вероятность, она низкая, но она существует Именно поэтому вот этот вопрос Да Понятно, что если есть опухоль у маленького ребенка Шестимесячного, предположим С низким маркером Действительно, это какой-то пик Потому что мы не знаем, что это Мы боимся начать мультиметра Конечно Потому что это может быть Он будет биопсирован Может быть это вообще не гепатобластомы Или вообще не герминогенная опухоль Это может быть узловая гиперплазия Абсолютно Это может быть любая другая опухоль Эмбриональная сарковая печень Или не референцированная сарковая печень Поэтому эпилоксидная сложность Но она такая у нас обсуждение Абсолютно Просто мы все время будем Пока мы не наберем собственный опыт Мы никогда не вступим в международную группу Я честно скажу Потому что все, что финансируется ЕС И желание изолировать нашу страну И от международного сотрудничества Как клиника страны-наблюдателя Мы в ней участвуем Но полноценное участие с рандомизациями И всем остальным Я очень боюсь, что мы Ну, по крайней мере, пока не закончатся Все международные проблемы Как участники мы не будем рассматриваться Хотя у нас мы приезжали с письмом От министра, от главных специалистов И так далее Но только как страна-наблюдатель Поэтому объединим собственные усилия Давайте посмотрим, сколько биопсируем Сколько не биопсируем Потому что беда, на самом деле, очень большая Но меня этот вопрос, честно, очень волнует Потому что количество ошибок довольно большое Так, в диагностике В диагностической тактике Но большой в лечебной тактике Следующий вопрос Один из последних митингов СИОПЕЛЬ и американской группы СИОДЖИ Анализировал ретроспективно Все случаи гепатобластомы С нормальным уровнем изначально АФП И было показано в этом исследовании Что, я могу ошибиться Но цифра на уровне 50% Это были злокачественные рапдоидные опухоли печени И поэтому нормальный уровень АФП Если мы исключим оттуда действительно Те формы, которые оказались Не гепатобластомой По сути дела Не является таким плохим фактором предсказания исхода Вот в вашей группе, поскольку у вас за очень длительное время Собран материал Вы пересматривали те случаи, когда у вас нормальный АФП На предмет утраты и не один В настоящее время мы не пересматривали Вот это стопроцентно Потому что есть работа, проведенная по пересмотру Ретроспективному пересмотру И оказалось, что все пациенты 97% пересмотренной опухоли печени С низким уровнем АФП Оказались рапдоидными опухолями Был проведен анализ на СМАРТ-СБИИНЕ С 2006 года Те пациенты, которые к нам поступают С низким уровнем АФП Подлежат 100% биопсии Вот в этом случае мы настаиваем на биопсии И обязательно проведение иммуногистохимического анализа На определение рапдоидной опухоли Это показания Возвращаясь к вопросу о проведении биопсии Подолью немножко масла в огонь Мы видим пациентов с осложнением проведенных биопсий Нередкость, что проведение трукат биопсии Не поставлено Давайте наставить на том, что первично Это все-таки будет толстоигольная биопсия В нашем исследовании у двух пациентов Мы видели имплантационные метастазы После проведенных биопсий Это тоже вопрос говорит о чем Мы должны четко знать, зачем мы это будем делать Потому что мы пунктируем всех 99 пациентов Которым не нужно пунктировать Для установки диагноза Ради выявления одного случая Вот мы должны понять В наших рекомендациях мы должны указать Что первым методом получения морфологического материала Является толстоигольная пункционная биопсия Сколько нужно получить материала? Да, один, два, три, четыре В рекомендации, которые у вас есть на пересмотре Мы как раз вместе с хирургами из разных центров Писали количество столбиков Вот такие моменты Здесь Так все-таки, извините Поскольку вы сами соглашаетесь с тем Что 99% случаев это оказалось рапдоидной опухоли Вы пересматривали материал до 2006 года? С 2000? Нет Я на самом деле думаю, что все, что касается нормального АФП Это другая опухоль Другая опухоль Наш опыт У нас два диагноза были поставлены за последние десятилетия переходной опухоли Они оба были альфитопротеинопродуцирующие То есть, вероятнее всего, за счет компонента гиппадластома Да Было бы очень интересно поднять эти стекла, пересмотреть И действительно подумать, может быть, о молекулярном анализе И анализе этих данных ретроспективно Что с этими пациентами, как они были Спасибо Спасибо большое, Аман Иванович Я хотел сказать, что, на самом деле, возвращаясь к вопросу о переходных опухолях Может быть, можно объединить усилия Поскольку у нас было один и два случая с подобной гистологией Когда даже международные эксперты приходили к выводу Что эта опухоль имеет в себе чертой гепатобластома и гепатциллярную криоцинома И один пациент был подвергнут трансплантации печени у Андрея Валерьевича И в настоящее время жив без событий Я просто хотел бы кратко сказать, что, когда мы будем обсуждать рекомендации И будем обсуждать, например, возможности теоретически Установки клиника рентгенологического диагноза И мы должны четко определить все-таки критерии уровня фетопротеина Поскольку 1000, наверное, не совсем тот порог, который допустим Учитывая то, что раньше это были пациенты от 6 месяцев до 3 лет И, соответственно, на первом году физиологические нормы выше И, насколько я знаю, речь шла о том, что это 3 значения выше верхнего референтного значения Для текущего возраста То есть для будущей дискуссии Я бы хотел просто сказать, что большое спасибо за Ваше очень интересное Данное из случаев гепатоцелулярной карциномы Поскольку это действительно во многом такая серая зона Да, мы много знаем по литературным данным Но у нас не такой большой собственный опыт Сейчас у Синий Дмитрий Гурамович Эта группа, наверное, начинает накапливаться и в нашем центре Но одна из проблем действительно, наверное, связана с тем Насколько этим пациентам показана химиотерапия К сожалению, мы имеем точно такую же дискуссию с нашими взрослыми онкологами в нашем институте И, наверное, здесь, на мой взгляд, нужно следовать мнению международных экспертов Поскольку при таком редком заболевании При котором даже, например, исследование СИАПИЛ-5 Очень элегантное провалилось из-за того, что не было рекрутировано достаточное количество пациентов Оно просто закрылось Ну, нужно ориентироваться на консенсус экспертов Хотя я согласен, что даже опыт персонального общения с многими представителями группы ФИТ Показывает, что есть абсолютно разные взгляды, например, на необходимость адювантной терапии При фиброламеллярном варианте гипоцеллярной карциномы И некоторые эксперты считают, что она не показана при инициальной радикальной резекции Но, тем не менее, по критериям ФИТ Все пациенты, независимо от гистологического варианта, должны получить адювантный 4 циклоплата Поэтому у меня есть вопрос в отношении пациентов с множественными метастазами гипоцеллярной карциномы Поскольку прогнозы у них крайне неблагоприятны На Ваш взгляд, Вы бы рекомендовали все равно этим пациентам попытку химиотерапии и сарафинибы? Это первый вопрос И второй вопрос Это пациенты, может быть, с олигометастатическим формой гипоцеллярной карциномы На Ваш взгляд, роль резекции метастазов, если это единичные очаги И, возможно, например, роль лучевой терапии, если у Вас какой-то опыт на единичные метастазы? Спасибо По поводу, начну со второго вопроса, по поводу лучевой терапии Обсуждаю этот вопрос с профессором Глековым Он сказал мне абсолютно такую простую истину Мы, когда что-то появляется новое, мы забываем то, что было старое Он говорит, посмотри, работая 70-х, 80-х годов, когда гипоцеллярную карциному, метастазы мы облучали, имели определенный эффект К своему стыду не дошли у меня глаза до этих работ, не дошел, так сказать, вот пока мой научный поиск в этой стороне Однако данные работы были, эффективность есть, мы не можем забывать, не можем сбрасывать со счетов Очень интересно было бы, например, в ряде случаев, может быть, использовать гамма-нож С другой стороны, в том случае, когда мы можем использовать гамма-нож, нам могут помочь хирурги И всегда выбор стоит в этом По поводу вопроса, который шел вторым Это по поводу олига метастазов при гипоцеллярном раке Любые хирургические вмешательства, способные убрать проявление болезни, должны быть выполнены до проведения трансплантации Или для того, чтобы помочь ребенку При множественных метастазах В нашем центре мы имеем опыт только проведения суперплада у этих пациентов Эффект имеется незначительный в ряде случаев Выживаемость у них была, по-моему, 13 месяцев у нас всего Медиана выживаемости Мы пытались у одного пациента проводить длительные курсы химиотерапии С использованием цитоксических лимфоцитов получали эффекты Но, опять же, эффекты очень краткосрочные Вопрос по поводу мультикиназных ингибиторов Рографиниба, сарафиниба, ленватиниба Сейчас их появляется огромное количество Опять же, эффект их очень-очень незначителен И, на мой взгляд, он больше обусловлен, конечно, за интересами фармкомпаний и статистическими выборками Потому что вот эта разница в продолжительности жизни в 2-3 месяца Любой математик скажет, я сейчас вам из вашей базы данных найду группу, которая будет жить лучше Сложный вопрос Использование сарафиниба с химиотерапией У нас не было такого опыта Однако даже сам сарафиниб тяжело переносит Использование с химиотерапией достаточно тяжелые курсы Не могу сказать Но если такой пациент будет, мы у себя попробуем, чтобы получить опыт, посмотреть А может быть Вот вчера Илья Казанцев докладывал их опыт использования антипидель с химиотерапией И получили достаточно интересные результаты Поэтому в этом случае мы бы сейчас в клинике провели химиотерапию Спасибо большое, это на самом деле у меня еще один комментарий Но он не столько уже по докладу Романа Ивановича Теоретизированный такой комментарий Мы с вами знаем, что единственная группа, в которой происходит ежегодный прирост числа случаев детского рака во всем мире Это дети первого года жизни Я скажу больше, дети первого полугодия жизни И связано это с тем, что у нас повышается качество и уровень неонатальной и перенатальной помощи Австралийские ученые выявили зависимость вероятности развития злокачественных опухолей Я все время это рассказываю в лекциях От стоимости неонатальной реанимации Чем более тяжелый родился ребенок Чем больше врожденных пороков развития Обусловленных теми или иными генетическими заболеваниями Или функциональной незрелостью Которая соответственно и является проявлением незрелости клеточных масс Тем выше риск развития эмбриональных опухолей Я не просто так об этом говорю Мы к вопросу об альфет-протеине говорили И мы с вами знаем, что раньше мы как говорили В чем риск развития гепатобластомы новорожденных из самых маленьких детей Это недоношенные, это дети из двойни и так далее Сейчас понятно, что основная причина – это незрелость ткани Соответственно происходит нарушение дифференцировки большой клеточной массы В последнее время появилось все больше статей И я специально, вот я говорила, что я вчера читала действительно по этому поводу Я все-таки хотела бы спросить Появились какие-то статьи про референсное значение АФП у детей Появилась в этом году, вышла одна из статей Это уровень АФП, где всех детей первого года жизни Еще и любезно нам в помощь разделили на доношенных и недоношенных И если я сейчас вернусь к тому, что вы говорили То в принципе тысячи только для одной группы шестимесячной Для доношенных не подойдет как референсное значение Для недоношенных и для всех остальных она подойдет А для этой группы, если вы будете давать такие рекомендации Там пороговое значение будет чуть выше, чем тысяча Если три, ну и логарифм сделать, или три нормы сделать Поэтому ситуация с опухолимпичней будет все более интересной Больных будет больше, я совершенно отчетливо это понимаю Чем больше у нас будет выживающих 500-граммовых детей при рождении Тем больше будет популяционный риск И об этом тоже надо говорить с педиатрами А публикаций их много Если кому-то интересно, мы можем ксерок сделать Это статья 2018 года И плюс еще в одной из публикаций американской И мы нашли указание на то, как наличие супрессора опухоли В рамках только детей с гептобластовой Может предопределить при одинаковом гистологическом типе И одинаковой распространенности качество ответа Вот у меня они есть, если нужно, мы можем сделать ксерокс Или отправить, кому это интересно Я очень благодарна вам, спасибо большое Спасибо, Светлана Альфаиловна Я очень рад, что у нас наконец разгорелась дискуссия В школе или на школе, не знаю, как правильно сказать Потому что очень интересное выступление Роман Иванович традиционно держит все 30 минут вас в напряжении Не знаешь, чем начнется и чем закончится следующий слайд И никогда не знаешь, чем закончится, какими предложениями ваше выступление Тем не менее, если позволите, Светлана Альфаиловна Относительно биопсии мы сейчас сконцентрировались на крайне важном И на перинатальной диагностике, и на уровне альфа-фет протеина Я думаю, что далеко не все еще и не все точки зрения сегодня выслушали Но я хочу привести пример короткий Из взрослой онкологии, например Безусловно, это экстраполировать все на детскую популяцию нельзя Практически ни один диагноз во взрослой онкологии При наличии нового образования в печени Не ставится при морфологической верификации Практически любая опухоль печени на сегодняшний день Имеет совершенно четкую КТ-семиотику Которую при наличии той или иной подготовленности Группой лучевых рентгенологов Можно диагностировать с точностью практически до 98% Тем не менее, всегда есть исключения из правил И в том числе это те пациенты Относительно пациентка По поводу которой Денис Валерьевич сейчас задавал вопрос Мы советовались с нашими коллегами У очень многих рентгенологов сошлись мнения в этом И даже у морфологов Но тем не менее, ГЦР преподнес нам очередной сюрприз Это оказалось гипсулярный рак, никто не подозревал При нормальном уровне альфет протеина Думаю, что мы не сформулируем сегодня четкие рекомендации К этому надо быть готовым Хотя все помнят, что существует риск, как вы упоминали И подлили масло в огонь относительно имплантационных метастазов Да, и так далее Нет, не существует безопасной хирургии Разрешите мне поблагодарить профессора Сакамото вас Огромное спасибо Очень насыщенная на острие современных технологий презентация Мы очень рады Еще раз благодарим вас за возможность Подаренную возможность послушать ваш опыт